День добрый Добрый И, в общем-то, радостный Я надеюсь Хорошо Дуже дякую за все, что вы делаете Пане Андрії И так же очень хорошо у вас Вот эта вишиванка Это хорошо Я так Зненадько перейшел на украинский Потому что моя думка, что Мова украинская Это еще дополнительный Поребрик, чтобы Воно Звучит не шло А повинно быть так Как полупроводник Туда должен Повинно уйти Усе металево Из Донбасса Моя думка, что Российская Федерация Самая, найкраще для нее Это уйти из Украины И выплатить Репарации Все компенсации Это уже Зайго речь Что Конспективно, моя думка Наступный рік Порошенко И Найкраще Після его Конденсии Как он бы желал Сам Попрацювати Еще в Европарламенте На месте Я бачу ваши стримы Ваши Ваши Ютубовские ролики Дуже гарно Нема питания Леж Моя думка Ще такая Пройду на Мову оккупантов Вы на проте? Не проте Я думаю так Что вообще говоря Ущербность Чат-рулетки Как платформа Как базиса Во-первых Состоит в том Что я уже молчу Что процентов 60-70-90 Должны заниматься Психиатры И психопатологи С одной стороны А с другой стороны Ребята не знают На каких сайтах Надо находиться Это 100% Второе В чем Еще лукавство Самой идеи И желания В этих диспутах Добиться Какого-либо эффекта Но просмотр роликов Он дает эффект Но переубедить Кого-либо Как болельщики Болельщики Спартака В диспуте На любой платформе Хоть там Не знаю Очно Хоть заочно Никогда не переубедят Чтобы один перешел И стал болеть за Динамо Нет Этого не будет Второе Как говорил Кравчук Президент Украины Первый Что Любой житель страны На основании Синдрома Стокгольмского На основании Других Всяких вещей Он всегда будет топить Даже за своего Гнидского Гадского Императора Который Украл Уже понимает Что украл Крым И уже и понимают Кто сбил Боинг Кто вообще мог Сбить Боинг Даже по внешней Доступной информации Будут все равно топить Гад Гнида Подлюка Ну типа же за нас Нам же украл Во дворе Гаденыш Бьет Мальчиков Хороших Отличников Ну нам же Тащит Это все Важнейшая вещь Такая Как Марадона Сыграл рукой Все видели Весь мир Камеры И Какой-то корреспондент То ли Нью-Йорк Таймс То ли кто-то Подходит к болельщикам За ворот Он говорит Ну вы же сидели 15 метров Вы же видели Что Марадона Рукой По мячу И мяч влетел В ворота Вы же это видели Вы что Какой Марадона Какой рукой По какому мячу В какие ворота Этого не было Гол защитом Все до свидания И так было 10 лет То есть грубо говоря Вот так и будут топить Так и будут топить То есть переубедить Почти невозможно Но и на фоне Всего чего происходит Сейчас На фоне всего Вот этого Что происходит Месяц назад Или две недели назад Что заходят люди Кстати говоря В твоем же В твоем же ролике Ты их очень хорошо Вычисляешь Вроде да Но ребята Извиняюсь Через каждые 5 предложений Говорить Докладываю Так точно Но ребята Они палятся Вот так палятся Они этого не понимают Это пипец всему Да Они не понимают Это железная штука Это вот Где-то я там читал Что вот как Пытались раскрыть Раскусить Шпиона Вроде никак Все Свою легенду Идеально вообще Все ложится И где-то Где-то выцепили Что какая-то его сестра Говорит Что он Получается Что он левша А тут он Как бы правша Так И в какой-то Непринужденной обстановке Ему так бросают Коробок спичек И он инстинктивно Хватает Левой рукой И все Полывся Хлопчик Вот И я к тому Что Ну надо отцеплять Парашют Когда идешь По Фридрихстрассе Докладывая Мне так нравится Докладывая Я молодец Я сейчас не помню Кто-то Там чуть ли не в краску То ли ты вогнал в краску А не-не-не Это все-таки Киевская Русь Сергей Это методично Методично В какой-то момент Он взял И начал записывать То есть он повелся На это все И начал записывать Что как Вы в этой самой Самой Вы там В Донецке Сейчас Да И что На вас нападает хунта Ну да Нападает Он говорит Нападает И просто отбирает Все Все Нас чистит Вот Ну а как Откуда Ну как откуда Из Луганска Это же Луганская хунта И он начал записывать Типа чтобы доложить Ну это смешно Кстати говоря Я сознаю сразу Где эффект пробивает Вот На примере себя Я все-таки поеду Вот сейчас В Киев Первый раз поеду Сразу буду искать Вот красивый вашего То есть я понимаю Что это носить А там есть Относить в Киеве В Киеве нет А не по Через новую почту Я не знаю Но это никогда есть Надо посмотреть Я кстати Надо посмотреть Надо посмотреть Спуски поищу Для начала Надо посмотреть Я понял Ну хорошо Все сильно Но я опять же говорю Во-первых Это гнидская платформа Ну в курсе Что двумя движениями руки Выцепляется Опи-адрес Да я знаю Кстати Многие предложили Мы тебе по секрету Расскажем Что можно И ты тогда будешь Зачем это нужно Ну мне это Безразлично Слышали Мне не нужно Я Я для примера Поставил То есть я Поставил Смотрю Да все вычисляется Работает Да работает Мне показывали Работает Объясняли Ну я этого не делал Зачем Я согласен Абсолютно Это то же самое Что Я готов Разговаривать с конторой Контора не готова Разговаривать Нет У тебя За очень редким Каким-то исключением Контора не готова Разговаривать Андрей Я вижу Я уже говорил Я вообще не с кем-то Ну вот тебе Сознаю Да Просто Такое Внешнее осуждение Со стороны Ну во-первых Ты реально Действительно можешь Поговорить С шойгу Если там он Вылезет То есть нормально У тебя вот Четко есть Последовательность И все отлично Вот Но те же гниды Я так думаю Что реальные Настоящие гниды Это не те Которые тут Появляются на экране То есть скорее всего Там какая-то шобла Работает То есть Так же как Вот эти вот Всякие тролли Да Ольгинки Они же там Это же не просто Там какие-то студенты Как это говорят Какой-то Там эффективно На самом деле Эффект же есть Эффект есть Там какие-то Красяры сидят У ее То есть там Какой-то целый Отдел колоссальный Допустим Криптографии При ФСБ Я кстати говоря Вот эту вот Фразу сказал Там отдел Криптографии При ФСБ Это где-то Не-не-не-не У них там Не отдел Криптографии У них Академия У меня что-то Все под рукой Да-да-да У них есть Академия Криптографии Российской Федерации У меня же вот Всегда под рукой Положение Федеральной службы Безопасности Российской Федерации И ее структуры Секретный документ Вот то что ты Используешь То что говоришь Ну вот давайте По эфрейтору Разберемся И на самом деле Абсолютно правильно Значит для того Чтобы понять Какой суп Не надо съедать Всю кастрюлю Перемешал Одну ложку съел Есть Значит есть Ребята Все Значит Опять же Типа Вот докажите Вот Что было присутствие Все Один человек был Присутствие и есть Все правильно Абсолютно Да ты знаешь Ты такого ветровича знаешь Как ты его оцениваешь Институтно Он забавные новости Всегда создает Всегда В ленте новостей Я в основном Не читаю Не Я его тоже Много не читаю Но в какой-то передаче Он В телевизионном Каком-то там Баталии была Батл У него В чем Его мощность И сила Что он Просто Как-то безупречно Использует Фактуру Материал Я ни разу Не смотрел Его честно Скажу Не смотрел Ну Постоянно в новостях Вот новость открываешь Самые жареные новости Там обязательно Ветрович Если будет Ты можешь просто глянуть Именно в том плане Как он использует Фактуру И документы Он говорит Вот вы сказали Про Волынскую резню Так все Значит по этому вопросу Документ такой-то 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 Номера там документов Там кто-то Фотокопии Пожалуйста Я вам могу там выслать Да Причем он помнит Заразу все Не работает эта система С россиянами Они говорят И че А мы не верим Да Не они говорят Вот аргумент На который ничего же не найдет И Ветрович И я никто И че Ну хорошо Я согласен Нет Сможет Наша Да Типа вообще Потом переходит Вся Украина Ну да Ну и че Ну да Хорошо Доказал И че Нет Есть Совершенно Непробиваемое Да Ну для тебя Это доказательство Для меня не доказательство Там вообще Есть вообще тупизм Ты же сам встречал Помимо этих Помимо этих Всех доводов Еще нужна сила Чтобы они знали И че Это да Поэтому Одно Без другого Не работает Как бы там Украинские блогеры Они работают Вот в одном ключе Вот Для тех кто Для кого нет Этого аргумента И че А когда дело доходит Ну да Да я оккупант Да я вас убиваю Да Я считаю что Украина это часть Российской Федерации Часть Российской Империи Советского Союза И все И вас надо всех убить И че Ну и все Как бы И никаких аргументов Уже против Нет Кстати Насчет и че Сегодня Пока тут С компьютера Перелопачивал Мои эти файлы Всякие Фотошопные Слушал фоном Значит На эхо Москве На эхо Москве Выступал Прилепин Прелесть Слушай Это то Действительно То что стоит Кстати в конце Они сказали Вот Это стоит Послушать всем Чтобы увидеть Какая же ты падла Какая же ты гнида Это редкостный пример Когда вот он Настолько Вот это вот Ну человеку нравится Быть гнидой Ну вот такая вот Ну у него такая судьба Он примеряет Он же художник Я кстати Его не обвиняю Ну он говорит Вот я его Или как вот Например Лимонова Ну человек Художник Ему это интересно Кто-то говном рисует Ну я согласен Ну а ему интересно Примерить на себя Вот эту вот роль Побыть вот такой вот Гнидой Которой Ну прям уж Капец-капец Коммунистом Побыть Большевиком Этим Энковидистом Да Чекистом Порастреливать людей Это же интересно Взять Вот то ли дело Книжку писать Про то как Расстреливают людей То ли дело Взять и самому Их порасстреливать Интересно же Именем революции Вот прям Ничего себе В такую игру Ты не поиграешь Так вот Где-нибудь Только в жизни И вот он говорит Все Ты предатель родины Придумал себе Речь такую заранее Взял и расстрелял Его перед строем Например И такое было Это же интересно В курсе Не-не Он так и говорит Что вообще говоря История человечества Это история войн И вообще настоящий мужчина У него скрытые Вообще на уровне генетики Это желание повоевать С Прилепиным Не поспоришь здесь вообще Кстати У него аргументы железные Он во всем прав Аркадий Бабченко Вот мы когда с ним обсуждали То он говорил Я жду очередной войны Но кстати Сам Бабченко Он в каком-то интервью сказал Что такое Пробило по Фрейду тоже Говорит Ну вообще говоря Вот если бы я попал На тот момент Когда начиналось на Донбассе Может я бы там воевал И стало понятно На чьей стране В тот момент А сейчас Конечно иначе Нет Смысл в том Что в курсе Есть при Балтике Какой-то Такой экшен-музей Где Желающие Говорится Платят билет И они вот В этот концлагерь На базе Какого-то концлагеря И они там проводят Либо сутки Либо трое Либо неделю И они попадают Значит одни В роли заключенных А другие в роли Значит этих Нацмор Ну стенсорский Эксперимент Такой получается Да Типа того Но вообще Говорят Там все-таки На сморщике Они пришли к тому Что там актеры И этот актер Который там играет В каком-то Не знаю То ли в Вильнюсе То ли где-то Он просто в театре В драматическом А тут он говорит Он настолько втянулся Вот как люди попадают В чат-рулетку Вот эту эйфорию Да Захватывают Он говорит Я на самом деле Уже Я не знаю Куда я больше хочу В театр Или вот сюда И кстати Действительно Это срабатывает Это интересная Это интересная жизнь Вот это же Не актерство А целая жизнь А ну примерить на себя Роль комиссара Ну классно Вообще Ты знаешь Эксперимент Где вот студентам Говорили Что вы должны Если он неправильно Отвечает Увеличивать ему напряжение Не в курсе Да И еще больше Кричат Говорят Но я же не могу Ответить Я не могу не вспомнить Он еще больше Увеличивает На самом деле Ничего не увеличивает Там нет Те играют На самом деле Он подопытный Кролик Ну я понял Я понял Вообще говоря Все равно Дело нормальное А что-то еще Выталкивают Там санкции И этот Это да Что еще крутится Ну видишь Сейчас пока не вспомнилось Что ты считаешь Самым актуальным Ну скажем Следующий год Я считаю Все равно Порошенко Иначе Я не вижу ничего Да нет никаких Вариантов Я думаю Ну да Скорее всего Так Думаю Я думаю С божьей помощи У тебя ощущение Интуитивное какое Все-таки То есть эти рейтинги Сейчас лучше не смотреть Потому что там бред Я не понимаю Что там написано Спонсор рейтингов Игорь Как его Валентин Как его зовут Коломойск Да Коломойск Бене Конечно Ну там Я думаю Кроме Бене Там дофига Ж еще Может быть Посмотрим Это очень интересно Посмотрим Ну короче Это же Нужны экзамены Для Революции Нужны экзамены Их же нужно тоже Проходить Обществу Нужны экзамены Созрело Не созрело Дозрело Быть может Общество Недозрелое Как мы об этом Узнаем Мы же об этом Не узнаем Нужны выборы Нужно посмотреть Там Какой процент Занимает Юлия Владимировна Тимошенко Работают ли Сегодняшние Политехнологии Такие же Как они У меня Во всем городе Все бигборды Завешены Юлия Тимошенко Все бигборды Завешены Теперь Вилкул Еще появился Вот Вилкула Не было Теперь Вилкул Появился А по блок Все дела Украине По триббен Мыл Вилкул Теперь Все Вот Вилкул Тимошенко Работают ли Сегодня Эти технологии Это Технологии Прошлых Выборов Вот Или нет Это тоже Интересно Потому что Если вдруг Все это было Зря И Общество Не созрело Не дозрело Не понимает Как отделять Зерна От плея То возможно Оно может Сыграет в обратку Кстати говоря На самом деле У меня В Одессе Вот И же интересно Сыграет ли оно В обратку Я например Надеюсь Что сыграет Потому что Внутренние ощущения Многих людей И мнение совпадает Что Играет в обратку Они еще этого Не доперли Не понимают Вот На брыгу Она же красавица На 20 лет же Сделал Фидбэк Они не получают Может быть Фидбэк Они может быть Проплатили Им показали Так Сделаем вот такую Вот это самое Сделаем вот так Бигбордов Это самое Это приведет К увеличению То-то там Графики им нарисовали Все Хорошо Давай работай Как раньше работало А здесь Может быть Это не сработает И у меня есть Такая надежда Но всякому бывает А может нам было бы хорошо Чтобы например Там Юлия Владимировна Была президентом Это же тоже такая прививка Вот как Трамп в США Ведь Трамп нужен Ну хорошо По большому счету Может быть да Но если бы она На билбордах написала Что я ездила К Путину К дзюдоисту Да К этому Интересно Как она Сможет ли она Победить общество Вот это майдановское общество Оно же ее не приемлет Оно ее не пустит Но с одной стороны А с другой стороны Майдановское общество Не готово к насилию Чтобы там Убивать ее Например Или там Как бы захватывать Там администрацию президента Да Если ее легитимно выбирают Ну Прошли выборы Смотрите Да действительно Выбрали Тимошенко Ну действительно Ну по-настоящему Что будет делать Майдановское Общество Майдановские активисты В конце концов Что они будут делать Что они Устроят еще один Майдан против Тимошенко Бессмысленно Нет смысла в этом Ведь ценности другие Правильно Не то чтобы там Президентов Менять на те Которые тебе нравятся Или не нравятся Ну да Чтобы сама процедура Работала Да Если выбрали Тимошенко То интересно Смогут ли Общественники Вот эти вот Скажем Активисты Майдановские Победить Вот эту вот Саму систему Или нет Тоже очень Интересный момент Ведь вот Трамп Ну пришел Трамп Трамп Пришел в США Ведь он им нужен А ну проверить Работает система Сдержек и против Кто ее Последний раз Проверял Работает она Или не работает Ну пришел Трамп Кстати говоря Как проверка И как пилюля То есть если ты Не встречаешь Никогда Никакую бактерию То не вырабатывается Да Вот как проверить Вот пришел Трамп Может он Один человек Влияние личности На ход истории В виде президента США Он пришел И хочет все там Например поломать Получится ли у него Такая ли построена система В которой человек Не сможет это сделать Что система важнее Или нет И вот такая проверка Пока очень интересно Пока у него вообще Ничего не удается Ну это знаешь Вот допустим Следует твоей логике Когда идут Допустим Какие-то Предпусковые Испытания Изделия Какого-то Да я как Авиационный Инженер космический Изначально А вот То когда она уже Практически готова Не покрашена Допустим Его можно испытывать Но когда она еще там Не все болты собраны Здесь вот в этом Вся штука Да Вот в этом Вот понять Готова ли Система на испытание Или нет Вот тут Вот тут вот Такой очень нюанс Который Очень сложно Тут нужно анализировать Очень сложно Не говоря о том Что естественно Это же известно Уже все эти Что лучше демократии Еще нет Ну значит Ужасная форма Ужасная Я кстати Я Видите Я считаю Что конечно Нужно проверить Общество Я думаю Что общество Готово Нужно все-таки Проверить Вот я думал Размышлял Но все-таки Нужно проверить Готово И не готово То есть на самом деле Что может сделать Тот же Порошенко Образно Власть Майдановская Скажем так Сейчас Что она может сделать Она может не допустить Тимошенко И к выборам Ну и там В тюрьму ее можно Посадить в конце концов Не так уж это и сложно Не так уж это и сложно Но нужно ли Или не нужно Нужно ли вилку Лассажать в тюрьму Она сама говорила Что мы с Надеем Савченко Разум Серце до сердца Пусть бы она сейчас Села с ней вместе А еще же нужно проверить Пусть проверится Надо проверить Работает ли Вот сейчас Если снова на нас накашлять Мы заболеем Или нет Потому что есть такое Конечно Ощущение Что Кашлять конечно Лучше на нас не кашлять Но и хотелось бы Верить в то Что если на нас уже Просто кашляют То иммунитет появился Есть такая надежда Ну да Кстати вот Момент такой Достаточно серьезный Смотри Когда выбирается На пост президента Я уже молчу Что выбирать так Давайте Вакарчук Давайте Зеленский О нет Давайте Тимошенко Давайте рассмотрим Порошенко Но это не серьезно Хотя бы даже С позиции исторического опыта Как это есть И в цивилизованных странах Даже в Совке В Советском Союзе Чтобы стать генсеком Нельзя было Там с комсорга Какого-то оркестра Стать генеральным секретарем Нужно было пройти этот Весь путь Человек там проверялся Может ли он Управлять То что под ним И не сминают ли его В лепешку Те которые сверху него Если он Где-то не проходит То ты не сможешь Управлять Рейгана Рейгана выбирали Он не был актером Голливуда На момент Губернатором У него была Вот такая вот Такая вот лестница Он туда дошел До президентства Он не был просто актером Он три года Работал губернатором Если человек Четыре года Работает капитаном корабля Какого-то сухогруза Значит можно ставить Его на начальника порта Абсолютно согласен Более того Не только Рейган Но и Шварценеггер Сейчас тоже губернатор То есть он бы мог Потому что он понимает Эту систему управления Но он был По-моему уже Он не губернатор Но он не может стать президентом Он же не может Да он немец По закону там Да Австриец не получается По закону и выходит Так вот момент Знаешь Какой вот такой Я говорю Посмотри Есть ключевые моменты Допустим как я Когда в МАИ поступал После киевской школы Которую я окончил Киев Значит Нас там спрашивали У вас были Родственные за границей Или там В связи С иностранцами Имели Вопрос И в скобочках За заведомо ложное сведение Вы несете уголовную ответственность Статья такая Это студентов спрашивает Это бред Я У меня сразу Аналогия Да Вот при Януковиче Министр обороны Украины Гражданин РФ Да Начальник СБУ Глава СБУ Гражданин РФ И Азаров Украиномовный Да Пизданную устанивку Кровосист Он тоже имел Паспорт Значит РФ Вопрос Сколько минут Продержался бы В Конгрессе Министр обороны США Если бы он был Гражданином Мексики Или Канады Там система другая Вот я же Система сдержек Противовесов Она работает И нам хотелось бы Тоже вот именно Систему сделать Не поменять Азирова выгнать А вместо него Там Гройсмана поставить Не в этом суть Есть критерии Которые должны Выполняться То есть министр обороны Андрей Мысль окажется Министр обороны В принципе Не может иметь Гражданство Сейчас такая же ситуация В Беларуси Ну там да Там тоже самое Ровно то же самое То есть там такая же Окупация На сегодняшний день Начальник генерального штаба Оканчивал Академию Академию Генштаба Российской Федерации Если вы Начальник штаба Беларуси Это капец Там влезли крыси везде Но меня так нагляет На бабченко Проверилось Что действительно Почистили этот крысят Ну там же Половина сидела ФСБ Я думаю Образно говоря Раз сумели Ну там все было Завязано на деньгах На самом деле А потом выяснилось Что это Плохо Что не только на деньгах Но никто же не собирался воевать И ФСБшники не собираются Ну это никому было не нужно А потом раз Такие события Как-то все Все неожиданно И как бы уже оказалось Что раз ты связан с деньгами То уж Давай уж Вот как бы Будь любезен И на тебя начинают давить Да И вынуждены Вынуждены Конечно все это Кстати Ты знаешь что Очень здорово Что ты вытащил На божий свет Вот это Эти минские соглашения С подписью Где в Украине Тоже очень-очень хорошо Там написано Есть еще первые Я еще первый У меня еще есть первые Минские соглашения Они тоже очень интересные Их тоже никто не читал Будем на этой неделе Будем на этой неделе Всем рассказывать Про первые Минские соглашения Очень-очень ценно Надо открыть Скачать Посмотрите Там есть тоже Есть тоже в интернете Фотографии Именно фотографии Минских соглашений Первые Да-да-да Опять же Для тех Кто не сомневается Или вообще никогда не видел Это очень полезно Пожалуйста Именно фотографии Да вот скан Вот отсканированный Не текст Многие пишут там в роликах Ну вот беседа с Горбовским была А ты в роликах Как проверить Является ли там Россия стороной Или нет Надо открыть Википедию И там написано Минские соглашения То-то-то-то Скопировал Абзац Вставил Кто-то говорит Видишь Вот же Так что Что это за источник Это что Ну там написано Что Минские соглашения Это Вася А Вася написал Да-да-да Вот так Или например Как попала Торнадо С Во второй пункт Минские соглашения 2 Это железно Вот я слышал Когда-то Финские Оказывается Финский институт Геополитики Или что-то там Вот в этом Это в Википедии Там есть Россияне Внесли в Википедию Значит Сотрудники Финского института Геополитики Пришли к выводу Что скорее всего Торнадо С Во второй пункт Соглашения Попал случайно А вот так Все У вас есть вопросы? Нету Ну видите как Финский институт Геополитики Финский институт Геополитики Это Мне нравится Очень Я балдею А в первых Минских соглашениях Где-то под рукой Только что были Вот сейчас искал Не нашел Там на самом деле Их несколько Там Торнадо С Торнадо У И Торнадо там еще Какой-то там еще Во вторых Только Торнадо С Остался А в первых Было их там Несколько Три Ну да Опять же Это они лопухнулись Явно Но я видел ролик Где ты додавливал Это с погонами Который сидел И он выворачивается Ужжем А ты говоришь Вопрос Поставлен Котор Котор на ДС А он Так вот Что-то другое Я уже не помню И туда И туда Нет ответа Нет ответа Мало того Что интересно В минских соглашениях Где-то тут вторые были У меня под рукой Там Ну сам документ составлен Ведь Это же делает Служба дипломатии Да Они на самом деле Документы составлены Они больше ничего другого Делать не умеют И для них Очень важно Правильно составить документы Его правильное расположение Отступы Там Пробелы лишние Да и так далее А вот кстати Первое Я вот кстати Вот нашел Первые минские соглашения И там в пятом Нет В четвертом пункте Там опять идет Перечисление Отвести от линии Соприкосновения Сторон Артиллерийские системы Калиброва свыше 100 мм И как бы Они перечисляются И здесь указано Торнадо Г На 40 км Нужно отвести А то есть Еще другие Торнадо У На 70 км И торнадо С На 120 км Тут нет ошибки Ну понятно То есть они уже Ошибки Торнадо Г На 40 Потому что Ну дальность Да все понимают Почему именно Торнадо Г На 40 Потому что Достаточно Не долетит А вот Торнадо У На 40 Не достаточно Именно 70 А торнадо С На 120 Так вот Что важно Участники Трехсторонней Контактной группы Вот тут Если показать Видно как Расположение текста Для всех тех Кто занимается Деловой перепиской Ну и тем более Дипломатов Это очень важно Вот они Те кто подписывает И Здесь отступ И ниже Захарченко Клотницкий Ниже Совершенно очевидно Что это не пойми Очевидно Что это Ну как бы И тут еще Внизу подписались Секретарь Там Ну как обычно Нотариус Заверил Вот эти вот Люди Которые договаривались Вот они подписались Тут отступ Но нужно отступить Чтобы было Отчеркнуть И в первых Минских соглашениях И во вторых Вот вторые И во вторых Тоже самое А между ними Полгода разницы Между ними Вот тоже Этот отступ Да 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 Это для дипломатии Очень важно И в том числе Просто для деловой переписки То есть вот Вот так Нет абсолютно Это железно Нужно их не читать В виде текста Википедии Википедии Кстати там В российской Там написано Пасово Российской Федерации На Украине В тексте А в фотографиях В отсканированных В Украине Ну естественно И ничего На этом не поделать В Москве это все равно Не войдет Не войдет Абсолютно Кстати говоря Один сказал Нормально Не помню кто Говорит хорошо Вы газ куда поставляете В Украину А деньги Вы откуда получаете С Украины Или из Украины А деньги значит Из Украины Значит тогда Идет вы Украина Если вы То из Хороший То на То с На гору С горы Если вы Уганду Причем я удивляюсь Хорошо Украина Уганда Страна Уганда Как мы говорим Еду в Уганду А есть очень сложный вопрос По поводу Исландии Ведь Исландия Получается Как бы Остров Там все равно Надо говорить В Исландию Ну я понимаю Что есть такие Это вот как Почему так Почему так Почему в Исландию А не на Исландию Как те же Как те же самые Сергей Вот это вот Россиянские Россиянцы И так далее Я когда с ним говорил Я говорю Сергей Мое мнение Что есть более Такой спокойный вариант Есть допустим Сирия Сирийца Допустим Кения Кенийцы Россия Российцы В общем Российцы Чем Российцы Хуже чем Кенийцы Или Сирийцы Ничем Тоже прикольно Кстати говоря Вот как корабль Назовешь Так она поплывет Этот принцип Железно сработал Кстати говоря Когда я диплом Защищал В Мае У нас был один Такой тростник ПССО там Два раза уходил И он там Сделал так Что у него там Шасси крепилось К обшивке И все Комиссия Говорит Ну уже Приготовились Мы три балла Поставить Чтобы его уже Это Они говорят Ну вы знаете Настолько не лепится Как к обшивке Как-то некрасиво Вы видите Что некрасиво стоит Говорит Ну я вижу Что некрасиво Но я буду гадом Если он не полетит У нас ходила На защите Ходила легенда О том Что собственно Пояснительную записку Диплом Никто не читает На самой защите И вот они открывают И на глаза попадается Текст Что поскольку Пояснительную записку Никто не читает То корпус двигателя Изготовим из дерева Ну типа Как бы Пошутите И получилось Очень смешно Вот Тора Еще я хотел сказать Смотри Действительно Когда кто-то придумывал Название Вот этого Того что за поребриком Ведь элементарно Есть действительно Федеративная Республика Германия Да Где существительная Естественно Германия Почему было бы не назвать Федеративная Республика Россия Нормально Федеративная Что республика Что Россия И тогда были бы Российцы Россиянцы Как угодно Но не федеративцы Потому что Было бы смешно Если бы назвали Не Соединенные Штаты Америки А американские Соединенные Штаты Или Американское Штатное Соединение Или допустим Ну да Не лепится Это очень важно На самом деле При названии Государства Македония Может об этом Рассказать Почему так названо Видимо Превысило Вот это желание Чтобы на первое слово Была Российская А не федеративная Республика Россия Это правильно Потому что Это важнее Потому что Это важнее Для России Это важнее Не федеративность Важнее А российскость Да А житель федерации Получается Ну раз так Раз российская федерация То федерации Или там Федерации Ептечи Они есть Это их точно Вылавливаешь железно У нас еще вопрос Вот по Будапештскому меморандуму Как отмазку Они иногда Что это типа Не договор А меморандум И типа У него Обязательность Исполнения Из-за названия Другая Хотя я слышал Где-то В аналитике Кто-то там Ну я там Посматриваю Иногда в СНН Вот эти когда Темы касаются Что Название документа Оно не Не определяет напрямую Сущность Самого документа На самом деле Здесь в названии Указано Меморандум О чем В самом названии Он называется Меморандум О гарантиях безопасности В связи с присоединением Украины К договору О нераспространении Ядерного оружия Здесь ключевое слово Вовсе не меморандум А о чем О гарантиях То есть Весь смысл Этого договора В том что В первом пункте Перечисляются Подписанты И в том числе Первым Российская Федерация Первая Российская Федерация Соединенное Королевство Великой Британии Северной Ирландии И Соединенные Штаты Америки Подтверждают Украине Их обязательства Согласно принципам Заключительного акта СБСЕ Уважать Независимость Суверенитет И существующие Границы Украины То есть В первом пункте Они говорят Что Мы обязуемся Уважать А во втором пункте Подтверждают Обязательства Ну все подписанты И опять же В первую очередь Российская Федерация Она там Самая первая В списке Подтверждают Обязательства Воздерживаться От угрозы Силой Или ее Использованием Против территориальной Целостности Или политической Независимости Украины И что никакое Их оружие Включая Торнадо Всех серий ГСУ И так далее Никакое их оружие Никогда не будет Использоваться Против Украины Кроме целей Самообороны Или любым Другим образом Согласно Уставу Организации Объединенных Наций Вот и все Абсолютно четко Все ложится Все ложится Тут Не важно Как он называется Важно Что в нем написано Что Брали на себя Обязательства Никогда не использовать Оружие Против Украины И подчеркивается Ее суверенитет И существующие Границы Существующие На момент 94-го года На 5 декабря 94-го года Крым Входил в состав Украины Существующие Границы Четкие Абсолютно четко Слушаю Два момента Вот то что ты сейчас Говоришь Как пример Если есть Гарантийный талон На холодильник Где гарантия Его ремонта То назови это Хоть гарантийным талоном Хоть чеком Хоть меморандумом О гарантии Холодильника Все равно Просто производитель Говорит Я не буду чинить Кстати момент Знаешь какой Вот Каким-то образом Можно ли Вытащить Вытащить Скажем так Вот Трактовка Меморандума На дипломатическом Уровне Есть какие-то Вот Мы лоханулись Я думаю Что Были Облагодетельствованы Дипломатические силы Дипломаты Наши Вот что такое Так как разрыв Вот у меня ощущение Где-то там рвется Что Конечно рвется Они подписали И не получили Никаких гарантий Никаких А Во-во-во Вспомнил Что Он не ратифицирован Ну Ратифицирован Или не ратифицирован Хорошо Вот Можно убрать Меморандум Можно взять Можно взять Договор Договор Дружбе и сотрудничестве Ведь он же Ратифицирован Где Тут Моих методичек Уже развелось Пол стола Договор Толстенький Толстенький Договор Вот он О дружбе Сотрудничестве И партнерстве Между Российской Федерацией И Украиной Он ратифицирован Федеральным законом Российской Федерации От 2 марта 99 года То есть на самом деле Договор Это не просто Договорились Вот это Закон То есть Этот ратифицирован Это закон Меморандум Нет А это закон От 99 года Его обязательно Выполнять Это закон И здесь По меморандуму Это отмазка Что он не Ратифицирован А здесь А здесь А здесь не работает И здесь получается Что здесь То же самое Статья 2 Высокие Договаривающиеся Стороны Здесь вообще Уже больше никого Только Российская Федерация И Украина В соответствии С положениями Устава ООН И обязательствами По заключительному Акту Совещания по безопасности И сотрудничеству В Европе Уважают территориальную Целостность Друг друга И подтверждают Нерушимость Не просто Между ними Границ А важное слово Существующих Между ними Границ Существующих Да 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 Именно на тот момент Существующих Разночтения нет В пункте 2 Этого закона Нужно уважать Существующие На момент 99 года Границы То есть Это полностью Доказывает О том Что Российская Федерация Не правовое Государство Оно не выполняет Законы свои Ведь на самом деле Крым Есть политота И там есть Селезнев Товарищ Который Постоянно пишет Во все инстанции Он доказывает Законодательно Он доказывает Ну законодательно Я имею ввиду Он путем Вот этих вот Подач Да документально Он доказывает Что Крым Был писанен Незаконно Там есть дыры Вот в законодательстве Они ничем Не прикрываются Ну ничем В смысле Когда был Присоединенный закон Ну вообще Вот к Российской Федерации Вот сейчас В четырнадцатом Да Они не могут Они не могут Объяснить Как это произошло Там нет оснований Там есть дыры Там в этом нужно Разобраться Там довольно Сложно На первый взгляд Ну когда ты разбираешься Я сейчас даже не готов Это вслух сейчас Произвести Но там есть дыры Все Там вот Одно не соответствует Другому И никак ты тут не выявил Никак Момент Который я не могу найти А ты в силу своей Большей эрудиции Может и можешь В каком месте Напрямую указано В Конституции Украины Что Не разрешены Референдумы У нас есть закон Референдумы Кстати Закон Референдумы Есть Это просто отдельно Референдум Вообще Закон Референдум Проводится референдум Только на территории В целом Всего государства Нельзя проводить референдум Типа в Крыму Может быть референдум Только в Ставе Крыма Например Бутылки литровые Или нет Носить в школьную форму Девочкам Там все В Конституции написано Там есть прямое указание Что любой референдум Который относится К изменению Надо Конституции открыть Да Есть У меня вообще есть Классная методичка Новая Пару раз спрашивали Говорят Ну-ка найди Ты знаешь Я пытаюсь найти Я открывал Я найду Я не мог Я вообще на самом деле Не юрист Вот если Хорошо Скажи мне просто номер статьи И номер пункта просто Скажи Раз ты знаешь Я не юрист Я сейчас не скажу Но у меня же есть интересный Да что ж такое Вот всегда под рукой Кстати По-моему Не пробиваемый аргумент Смотри Если даже Этот псевдореферендум Прошел То по законам Какого государства Ответа нету Ребята Не укрву Референдум о суверенитете Татарстана Да Прекрасно По вопросу Суверенитета Республики Татарстан Входившая в состав Российской Федерации В качестве субъекта Проведен был 21 марта В основе равноправных Договоров Договоров Тут уже теперь Непонятно Как правильно И вот На референдуме Ответили положительно 61,4% Голосовавших Почему Почему Татарстан Не независимое государство На тот момент Не хватило Как на Чечню Тогда Пройтись Сравнять с этим С фундаментом 22 мая Было принято Постановление Верховного Совета О статусе Татарстана Как суверенного Государства 30 ноября 92 года Вводится Новая Конституция Республики Татарстан Объявляющая его Суверенным государством И в 19 апреля 2001 года Конституционный суд Российской Федерации Признал положение О суверенитете Татарстана Несоответствующим Конституции Российской Федерации Все ясно Вот и все А почему же так нельзя Ведь там же был Референдум Нет Но ярчайший пример Чечню Тут Любые Любые Объекты В Чечне там сложно В Чечне было сложно Потому что там В том числе И признавали Не признавали Кто проводил Референдум Как его посчитать Кто считал Как создавалась Избирательная комиссия А здесь все Здесь все признано Здесь просто Конституционный суд Признал положение Несоответствующим Конституции Но со всем остальным Никто не спорит Никто не говорит Что референдум Проводился незаконно Что голоса были Там посчитаны Неправильно И так далее Все правильно Просто нельзя Ну нельзя Вот этот пример С Татарстана Ты сейчас приводишь Как довод В пользу того Что нельзя было Нельзя Нельзя Да Вот Российская Федерация Сказала Все Татарстан Вы конечно молодцы Мы тут прозевали Но нельзя Типа вы провели Молодцы Они все сделали Законно Ведь нет Здесь нет Незаконности Проведения референдума И так далее Просто сказали Нельзя А почему Ну нельзя Потому что Если так сейчас Каждый захочет То что ж теперь Во первых Желание Желание Группы людей Стать жить В другой стране Не говорит о том Что они территорию Ложны с собой нести Как же в Бресте Вот кстати У меня из Бреста Знакомый мой Он живет в Бресте Там есть несколько улиц Где живут Преимущественно поляки И эти улицы Они примыкают к границе Там Брест Это граница Прямо Шлагбаум И допустим Если они проведут Референдум Мы этнические поляки Мы хотим Быть поляками Иметь паспорт Польский И мы проголосовали 99% Давайте передвинем Границу теперь Не-не-не Просто Открываем шлагбаум И помогаем Вам даже перейти туда Но эти пять улиц Ребята Вы с собой Не унесете туда Ну Если бы Все было бы так Чтобы люди Бы этого не понимали Люди Это все Понимают Говорят Ну и что Ну это да И все Поэтому тут надо Помимо вот этих вот Аргументов Ну которые у меня Надо еще иметь И те Которые есть у армии То есть Одними этими Аргументами С бумажками Ничего не работает Это право сильного Они шляж Они взверствуют Злобствуют И ты знаешь Вот есть Кстати влазят иногда В эту чат рулетку Знаешь Как мой друг сказал Что я ушел Из фейсбука Там оттуда Потому что это Парад тщеславия Да вот типа Ребята Народ Вот тут мы с мужем Покупаем Бентли Такую темную бордовую Как вы считаете Белый салон Не слишком маркий Вот как вы считаете Потому что мы сейчас На Майами На Бали едем Куда-то Как вы считаете Чтобы фидбэк Получить вот этот Вот это Бентли Белая кожа Понимаешь И ты еще что-то Нас спрашиваешь Подлюка такая Нам забилай Нечем заплатить Но речь идет о том Что Иногда сюда влазят Как войны Притягивают садистов И Прилепина Подобная Тоже Так же Сюда лезут Чтобы проехать По ушам И вот один попадался По-моему К Сергею Из Киевской Руси Начался разговор О фиалках Естественно Ну вот как Ну вот как Все-таки Мы смотрим Как там у вас Как у нас Потом выясняется Что он Какой-то отставник И он Оказывается Ездил на Донбасс Воевать Ну говорит Ну зачем Ну зачем Заработать денег И потом выясняется А в начале разговора Был Ну а как вы живете В России Вы все плохо живете Ну как обычно начинают Как там Полтава Он вообще Ну вы В ваших этих самых живете Там да Ставьте зубы И так далее Но Значит этот Говорит Да нет Мы хорошо живем Почему Вот сейчас в Питере Я здесь Уже третью квартиру купили Сейчас думаем еще Либо две квартиры Но сейчас тут родилась дочка Вот ну знаете Как вот переходит Так вот проехать По ушам Да вот так хочется Потом Повоевать съездил А он же хорошо Вот так вот Сергей Который По меньшей части Он просвечивает хорошо Говорит Так а ты же говорил Что ты отставник А откуда у тебя деньги Вот на третью уже квартиру На четвертую А что в Питере Могли бы в Канаде Где-то купить в Америке Говорит Так мы думали с женой Вот в Канаде купить Потом думаем Ну сейчас вот маленький ребенок Новый А так вот еще в Канаде Купили там Тысяч за 200 долларов За 300 тысяч долларов Да Ну хорошо А как же ты Вот как же Как же Так а где же ты заработал Дружище деньги Ты воевал на Донбассе А вам что Столько платили Или ты все-таки Там отжимал Все Подлюг Это такая То есть Он как по Фрейду Просто пробился Что это падла Она там вот это вот Нахапала Просто Просто украла Там у кого-то Отняли Они да Как бы Когда в 37-й год Писали донос Чтобы занять квартиру Соседа по личной площадке Враг народа Притягивает мародеров Конечно Есть мародеры просто бытовые Которые воруют там Просто вещи Из домов и сдач А есть же мародеры Которые умные Это мародеры Мародеры Которые себе там Миллион долларов Они товары Да Они товары отжимают Товары Нужно было отжимать товары В чатрулетку Чтоб типа А ты ж блогер Да Там Киевская Русь Ну так вот Типа меня записываешь У меня типа Вот так все хорошо Да Мы типа отняли Вот это чтобы С издевкой Вот с этой вот С этим гниством И чтобы его продемонстрировать Да Это же садизм На самом деле Да Как говорят Ну если же вы Ну хорошо А мы забрали Крым Ну так заберите обратно Вы считаете что он важен Заберите Вот это гнидская вот эта штука Да Это садизм Это нормально Да За это нужно просто бить по ушам Поэтому не только методички Но и Еще какой-то силовой Здесь Я думаю что будет нормально Мы проверим как оно все работает Работает ли оно или нет Думаю что все не зря Нет Ты молодцом Думаю что все не зря Я уже Я кому-то сказал когда-то Я говорю Ну просто так Это безотносительно Без ничего Говорю что вот Просто я смотрю так Со стороны Скользь на блогеров Но если вдруг Окажется через какое-то Количество лет Что министром культуры Украины будет Андрей Луганский Я буду считать что все нормально Все идет Только что Тихо Министром поработать Не-не-не Спасибо Для министра образования Министра образования Спасибо 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 Ну или в этом самом Я понял Это я ладно Не-не-не Давай я чтобы тебя не перегружал Ты там же хочешь еще Кого-то проехаться Уже с вами пора На работу завтра В принципе я тоже самое Давай тебе всего Говорится С самого-самого Одессе привет У меня там тетя Ляля На французском бульваре Где в него Упирается этот Проспект Гагарина Который такой проспект Как я испанский летчик В середину метра Это улочка Вот такая Называется Проспект Гагарина Тетя Ляля Привет Давай тебе тоже Счастливо Всех благ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому